Часть первая. Знакомый. К знакомому приходили из органов, когда он нарыл сайт, на котором всего-то ссылка на текстовые файлы с мусором и камера, которая показывает чистое поле. Он написал скриптуру и многопоточно сканил сайты с динамическими айпишниками и доменами, где находилось что-то откликающееся. Делнетился и запрашивал индексы. Если в ответе попадались интересующие его слова, а ведь он тот еще криптомудак, откладывал список, а потом изучал. Но наткнулся он на сайт с длинным именем. Там веб-интерфейс открытый и каталог с текстовыми файлами, внешне мусор, но возможно данные каких-то датчиков и камера, которая показывает чистое поле. Через день к нему пришли из органов, вызвали на разговор и попросили посмотреть комп его, не доводя до суда. Он отмазался, показал как попал туда. Если бы он записал время, которое камера показывает, и данные по освещенности или солнцу, то можно было бы узнать, где оно находится. Но после того, как он зафейлил, адрес сменился, конечно же. Так же был однажды ролик, как человек в маске зашел в комнату и топором на куски разрубил трех женщин и пять детей, которые были связаны, чтобы не сопротивляться, но могли они при этом только прыгать. С заклеенными ртами. Омерзительная картина. Часть вторая Мой друг занимается всякой такой хуйней. Иногда он показывает что-то, что попадается ему интересное в сети. Иногда он подключается к каким-то видеоконференциям с ебущимися извращенцами. Бывают и пострашнее, например, какие-то съемки побоев или вырубеглазные сайты для шизофреников. Один раз случилась какая-то хуйня. Позвонил он мне весь такой возбужденный, мол, подваливай ко мне, нашел что-то по-настоящему интересное. Благо мы живем в одном районе пешком минут пять-шесть. Дело было вечером. Я поматерился для приличия, конечно, что мне придется вылезать из-под моего ульютного клетчатого пледа. Но пошел. Заинтриговал меня этот засранец. Пришел я к нему. Стал звонить в дверь. Он не открывал долго. Я уже достал мобильник, хотел позвонить, но тут он такие открыл. Был он пиздец какой-то убитый с грустными глазами. И на все вопросы отвечал тупо и односложно. Я зашел, а он сразу съебался на кухню. Поспрашивал еще, мол, что случилось, хули ты меня позвал? Но так и не получил нормального ответа. Зашел в его комнату. Комп был включен. Открыта страница с веб-трансляцией. На экране просто комната. Бетонные стены, бетонный пол. А посередине то ли дырка, то ли черной краской квадрат нарисован. Хуй его знает. Я так и не понял. Качество не очень. Посмотрел я это говно, минут 10 выключил. Нихуя не происходит. Ну, мне, конечно, как-то не по себе стало. Думаю, еще ебаный скример какой-нибудь выпрыгнет. Другу в итоге сходил за коньяком. Отпоил его. Надеялся, что он расскажет мне, что все-таки случилось. Но он, сучечка, вырубился прямо на кухне. В итоге на следующий день по телефону он мне заявлял, что нихуя не помнит. И какая к черту комната. И что я упоролся. И что дома я у него не был. И что не звонил. Но, блядь, он совсем неадекватный. Тогда еще он мне писал какую-то хуету про камеру с клоуном. Там клоун заходил в комнату и показывал фокусы. Еще давал ссылки на эту камеру. И на какой-то домик вроде коттеджа. Там было дохуя костей вокруг него. Смотрел на эти камеры, потом они пропали. Просто перестали открываться страницы этих веб-камер. То, где мужик людей топором кромсал, это вроде та же камера, где потом появлялся клоун. Хотя я в этом не уверен. Пруфов он мне не предоставил. Так что это, скорее всего, талантливый и небезынтересный пиздеж в духе смертельных файлов.